ты вступил в спилку пасечника украины очень сладкой цене но у меня люди пою чего вот это какая сумма была у миллиона есть и в пчеловодстве человек на которой ты или равняешься да конечно андрей баскевич обсудим фадеева на этом наживаются это барыда и за это надо жестко бить по рукам пресса кресть меня к тебе пару вопросов как давно ты занимаешься пчелами что как это ты стал пчеловодом что тебя сподвигло стать пчеловодом ребят значит это давно я хотела всем рассказать как-то не получалось смотрите любовь к пчеле любовь к пчеле появилась у меня где-то со второго класса это произошло в городе в селе моих родителей занимался пчеловодством у нас единственный человек в нашем в нашей родне вот это у маманой сестры муж занимался пчелами очень попала к нему на пасеку возле уля я присел посмотрел как летают пчела как они собирают нектар пыльцу и вы знаете мне в сердце что-то тортнуло еркнуло я не знаю как это еще назвать и я готов был в том возрасте в маленьком сидеть возле улья часами наблюдать как они летают многие меня не понимали некоторые как лица родственники тоже были удивлены но дядя петя тот дядя который меня это все дело вдохновил он понимал что я стану пчеловодом когда-то рано или поздно это все произойдет ну шли года я вырос школу окончил образование институт там почему служба в армии вот пришло время шло 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 и вот смотрите пять лет назад я понял для себя что может быть большая часть жизни уже и прожита и любимым делом о котором я мечтал но никак не стал заниматься книг много по пчеловодству журналы пчеловодства еще те которые были выпускались при советском союзе я начал выписывать очень-очень давно со школьной парты собирали мы макулатуру в школе я выбирал своих куча книг там книги о пчеловодстве брошюры разного формата толстый тонкий в общем все это забиралось домой в макулатуру ничего не уходило и вот пчелы появились пять лет назад я приобрел три семьи у пчеловода одного и думал там нам пять хватит для души не хватит но когда ближе с ними столкнулся я понял что это мое и все я готов в этом быть постоянно вот как это правильно сказать это мне очень сильно увлекло и с каждым годом я понимал что пять семей тоже мало надо будет больше потом начал более этим интересоваться глубже слава богу просторы интернета появились много интересной информации можно было поехать кому-то посмотреть поехать на разные общества собрания и сделать выводы как себе дальше перед собой видеть это видение пчеловодства я искал много вариантов перешел на систему промышленного пчеловодства которая во мне вам не нравится ну я понял то есть на сегодняшний день пчеловодство для тебя является как бы основным доходом семейного бюджета и ну если ты переходишь на промышленное пчеловодство это у тебя есть я так понимаю какие-то планы цели ну пчеловодство данный момент не является для меня таким способом зарабатывания денег у меня другие доходы немножко вот я являюсь это не секрет частным предпринимателем лучше давно небольшой будем так говорить мелкий бизнес мелкий среднем даже это сейчас не назовешь чулы данный момент я понял что на них тоже можно получать доход и этот доход существенно возможно если этим заниматься прогрессивно то он будет помогать человеку существовать то есть на пропитание на какие-то вещи но опять же таки это все зависит от количества семей если это промышленная технология привлечения наемной силы ну пока мы это не рассматриваем идем пока есть у меня нету запаса знаний нету дали торбочки за спиной с опыта я опыт познаю сам читаю практика практика это же такой полгода мы позанимались все что-то сделал неправильно уже назад не отпадаешь уже беременности на следующий год начиная вносишь новые какие-то внедрения и каждый год так вот свое пчеловодство усовершенствуется ну судя по вашим роликам по твоим саш роликам ты влаживаешь ну можно сказать хорошо влаживаешь финансы в оборудование как бы в облегчение труда то есть на сегодняшний день пчеловодство тебе дает уже какую-то так сказать отдачу есть отдача или пока у тебя пчеловодство все-таки больше впитывает финансово сейчас скажу знаете пчеловодство я вкладываю душу свой душу и вот те эмоции которые получаются они возвращаются если сравнить это с финансовым вопросами то тем денежные вложения которые я вложил пчеловодство они не купить совершенно не купились не вернулась и половина тех денег которых я вложил в пчеловодство это оборудование там мини-цеха также улья и все остальное так но само насыщение того что я летом провожу на пасеке и получаю колоссальное удовольствие это ни с чем не сравнить это утро ну мне люди бою пчеловоды это вечер восход солнца жужжание пчел это вот понимаете вот это все возвращается очень сильным вдохновением я тогда этого просто начинаю жить ты понимаешь от этой работы я получаю от этого от этой жизни начну получать я начал получать удовольствие вот так скажу ну ты не посчитал на сегодняшний день хотя бы примерно я думаю там просто многих интересует какая сумма была уже вложена пчеловодство то есть на сегодняшний плюс-минус хотя бы ну я скажу я мы считал так полмиллиона гривен ушло я бы перестал считать уже как бы ушло да такая сада полмиллиона ушло я потом перестал считать потому что понимал что все таки если это считать все это время потом расстраивается значит как дом строишь рассчитываешь вложиться там несколько там ну давай определенную сумму там миллион но когда понимаешь что ты завел фундамент полмиллиона ты дома еще не построил поэтому не расстраиваться я понимаю короче все таки я делаю вывод что у тебя есть планы уйти со временем именно в пчеловодство просто это ну как для хобби это дорогой как бы дорогой хобби получается все таки это идет какая-то ну как по мне цель стать большим пчеловодом с большой буквы так сказать да цель таки есть ну знаешь как говорят есть такая пословица я сейчас перефразирую не приходи и хочешь насмешить бога расскажи ему о своих планах вот цель есть мы к этому стремимся совершаем много ошибок я думаю любой человек совершает ошибки я совершаю их может быть чаще чем другие люди вот ошибки или очень хорошо учат основательно так знаете на своей шкуре чувствуется это все дело вот но планы на промышленное настоящее промышленное пчеловодство есть единственно не так быстро развивается я надеюсь ближайшие три-четыре-пять лет я увеличусь на пасеку до полутысячи семей это будет уже отдельно тачки отдельные стачки специализированные где будет оборудование стоять в общем мы всем человекам об этом не показывать то то есть вести хронологию событий ты определился на какой системе угли то есть но судя по твоим я все беру из твоих видео сюжета у тебя была разная система ты был поисках долгое время от ее возможно сейчас ищешь или уже у тебя есть определенная система улью с которой да я могу рассказать об этом да начинал я 12 рамочных гадановских ульев там был один дадам и рассчитан был второй корпус тоже дадам но даже так извиняюсь я начинал с этих ульев но до этого у меня была опыт пазики на ульях лежаках я первый год купил знаете как покупает улья видел лежак его купил приехал рамочку вставляю а рамочка моя стандартная туда просто не влазит ну я понимал реально что не купил тут вещь надо их продать вот приехал молодой парень объяснил что рамка не влазит 5 штучек и надо я рамки под свой размер у нас была такая мода у пчеловодов делать улья под свой размер у каждого была своя рамка не было общего стандарта это часто попадается и сейчас в общем эти улья ушли я заказал 12 рамочные даданы два корпуса по 12 рамок на 300 после первого сезона я понял что если так дальше заниматься а мне было всего лишь три семьи то спина я думаю долго не протянет мы сразу ушли от второго корпуса 12 рамок решетка и магазинные наставки 10 семей вышло весной я с 10 сделал 22 и откачал две тонны меда я понял что в одном корпусе содержания пчел сверху решетка и дальше до 145 магазины это очень облегчает работу единственный минус что это 12 рамок поехал к пчеловодам промышленникам увидев что все промышленные пасеки в основном все промышленные пасеки в то время содержит пчел на рутовской системе вот я понял что рутовская система придумана не как говорится глупым человеком а как говорится прогрессивным человеком который посмотрел далеко вперед я понял надо срочно менять пока пасека не увеличилась до больших масштабов надо поменять ее на рутовскую и все равно я думал вся рутовская система опять же таки 200 тз корпус если вы поднять но это очень тяжело и кто и на этой системе работает но это очень тяжело сейчас данный момент взгляды поменялись это будет один корпус рута разделительная решетка и дальше 145 магазин это будет единая такая технология вот я на ней остановлюсь потому как многие пчеловоды мы общаемся с пчеловодами не только украина это пчеловоды россии пчеловоды кассахстану пчеловоды вот молдавы белоруссии да и вот они все переходят на эту систему то есть один корпус под гнездо сверху разделительная решетка и дальше идет 145 рамка мы имеем возможность получать мед в чистых сотах которых не вводился расплод обрабатывать семьи не переживая о том что у меня попадет какой-то запрещенный препарат ну вот эта система для меня очень интересно есть многие пчеловоды в ютуб просторах которые давно содержат на этой системе поэтому будем работать по этой линии так как улью покупалась в то время одно количество и если эта технология меняется то пасека увеличится вдвое ну сам понимаешь если улья готовилась на 500 семей то сколько увеличивается сразу передать технологии пасека какие разы понятно с системой мы определились давай вернемся к youtube каналу всем известно все тебя знают по youtube каналу как александр пасечник цель канала ведение канала когда я пять лет назад занялся пчеловодством не было возможности где-то надо было пытаться питать информацию и в то время все меня кто видит сейчас это подтвердят не было информационного инфрационных каналах пчеловодства это были единицы можно было брать обычный видеорегистратор автомобильный там с возможностью записи 13 мегапикселя снимать в свою пасеку и все это смотрели потому что более толковой информации не было я тоже смотря на многие материалы кстати твои и ваня они появились намного раньше вот я понимал что это что-то надо показать свое не так захотелось и первый видеоролик это был видеоролик канал я открывал три раза сразу скажу честно вопрос ребром почему то и начинает из молодежи канал свой не каждый сможет общаться на камеру и не каждый сможет как бы это правильно адекватно реагировать на ваши комментарии дорогие зрители подписчики когда первые мои ролики вышли меня там некоторые пчеловоды немножко как говорится но за мои пчеловодные высказывания пожурили я понял что значит я не имею права такой показывать я очень удален канаврас потом заново остановил выставил еще один ролик опять же кто-то мне написал я думаю это не нет то есть ты очень острове да я понимал что это правильное дело или нет но может быть я не знал кто об этом пишет человек я не воспринимал канал youtube как я не понимал что тому за четыре дети обычный человек который вообще с пчеловодством никаких дел не имеет и вот третьего раза бог любит троица да такая пословица я уже так приварился это в себе думаю ну раз будет так выставлю все это дело на показ а там время покажет и нас рассудит люди будут наблюдать за моим каналом я буду показывать что я делаю возможно люди увидят что это делает я неправильно и делают критические выводы а я к этому прислушаюсь если это будет умно высказанное мнение и вот пошел видео материал там я сделал такой станочек у себя здесь в квартире и натягивал рамочки и понравилось но я три ролика классно мне это вдохновило я начал 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 дальше остался брать передовые технологии смотреть хотя ваня вот я сейчас скажу все время шел мой канал много было показано какое-то там приспособление там новшеств как не казалось но сейчас я не у меня пять ступа после того как ты поехал германию и показал нам вот эти все пасеки где стоит оборудование импортные где она все сделано качественно ты знаешь я вот смотрю на те вещи тут я как блогер показывая вот эти свои карточки извини за выражение тачки и это здесь есть вещи там немцы смеются и европейцы так же само смеются думаю что вы ребята показываете я не знаю чем теперь я не знаю чем удивить своего свои к допустим свою аудиторию зрителей поэтому теперь более тщательно относиться тому что ты показываешь и что ты делаешь на пасеке более тщательно обязательно в том как если мы равняемся на лучшее то даже набрать этого только пример для себя сделаю вас есть фанаты на ли тубе реальные фанаты которые не дают уже не то что прохода звонки до меня есть самый близкий фанат самый самый балде самый дорогой фанат это моя супруга светлана это самый первый фанат который появился на по мне по мне просто поверила и всегда мне поддерживает яростные какие-то противники вашей деятельности на эту команду может быть яростных наверно нету просто может комментариях возможно люди ставят дизлайки под некоторым видимо даже очень много я поэтому скрыл а как ты думаешь почему ставить дизлайки по каким причинам ему может быть я кому-то они симпатичны нужно я что-то неправильно делаю может быть я показываю неправильные вещи то мне меня праздну как по-разному есть факторов много но я на это внимание обращаю мне очень понравились слова николая воронина как мне ваши дизлайки до лампочки по-другому да но и ваши дизлайки мне даже ну он так сказал я скажу помягче ваши дизлайки не до лампочки ребят если вы зашли открыли видео и она вас пошло в первую секунду это уже для меня плюс ставите там хоть все дизлайки это уже критические отношениями ну ты же понимаешь блогер мы не зарабатываем с этого канала это я прививаю тебя давали насчета заработки насколько она мне это известно ну давай уже сделаем чтобы это и людям было интересно люди знали твой канал он приносит тебе доход канал и какой-то доход если это не секрет не секрет совершенно не секрет я могу поделиться со всеми начинающими блогерами а у нас кстати слава богу у нас в украине эти блогеры становится все больше и больше и больше и в человодной тематике их просто масса и я смотрю многие каналы с одним видео с двумя с десятьмя разные видео хорошие не очень и кажется положительные и не очень положительные так вот о заработках когда я начал свой канал первый год я вообще там извините заражение 2 доллара в месяц если я зарабатывал вы сами понимаете что это смешно ну а больше видео выставляет человек больше появляется зрителей подписчиков совершенно увеличивается ставка которую ставит youtube канал твои рекламные ролики то есть вставляется реклама человек засмотрит если она не блокированная значит он ее просматривать я зарабатываю какая-то копеечка там копы опять же так скажу копеечка кто хочет попробовать возьмите попробуйте и вы сразу все это поймете сейчас много можно заблокировать рекламу вообще youtube блогер об этом ничего не заработать первое это то что после сейчас если не соврать три года прошло как я занимаюсь веду этот свой канал начали появляться заработки заработки честно любой человек владеющий компьютером это не секрет может пойти зайти на мой канал статистика и проверить сколько я зарабатываю это не секрет 80 долларов в месяц данный момент идет просмотр и это потому что люди сидят еще дома люди ничего такого серьезного не делают как только придет весна эти заработки упадут до двадцатки долларов и все они упадут до такой степени вниз резко потому что все уйдут на работу все уйдут в поле пчелам и к своим сильно постоянным занятием поэтому смотреть никто ничего не будет и до самой глубокой осени это все будет идти на спад и все я не смогу снимать материала классного качественного потому что буду работать человек может быть что-то там как говорится поделиться там можно будет это все это там теперь заработки поступает на канал не только youtube там есть рекламные предложения мой канал является внешняя реклама внешняя реклама это реклама которую я предоставляю если разобраться вами ну сказать честно любое видео с ярмарки любое видео с любой пасеки даже когда человек ты приехал к ему на пасеку спрашиваю а скажите там петрович или там какой ващиной вы пользуетесь и он на камеру ответил какую-то назвал фирму это уже реклама она вот скрытая явная да допустим конечно вот есть реклама которую заказывает рекламодатель на моем канале реклама будет всегда это она будет всегда и она будет но только для пчеловодов по тематике пчеловодной оборудование технологии все остальное только для пчеловодов общество пчеловодов все пчеловодном как говорится ракурсе будет показываться ребята то кому нравится или кому не нравится это такое дело мы все смотрим телевизор каналы телепрограмм на каждом канале существует реклама которая нам просто не нужна но мы эти ж каналы смотрим мы же не удаляем эти каналы и не выбрасываем телевизор на моем канале идет разговор пчеловодства поэтому все рекламные ролики для вас. Кому-то они пригодятся, кому-то нет. Ну, это же дело такое. Да, поэтому я читаю комментарии критические, что канал за рекламным, но, ребят, поверьте, если реклама вам полезна, вы это получили удовольствие, если нет, значит, извините, она вам не порвалась, но не означает, что кому-то она не помогла в этот момент. Когда я покупал решетки, я не знал, где их брать, я облазил все сайты, честно за выражение, я не знал, там все такое. Хотелось, чтобы она дошла в качественное, не поддельное, не китайское какое-нибудь. И когда я потом через время вышел на этот сайт и купил, я поделился с друзьями, и многие сказали спасибо, много сказали спасибо. Я с этого совершенно ничего не заработал. И много таких вещей. А решетка для сетка поддонья. Вообще ничего не заработал. Приехал на фирму, визит у них эта сетка, я у них говорю, ребята, а что за сетка? Да, это на нас лежит, потому что давно. Я говорю, а можно купить два листочка? Думаю, попробуешь как. А размер ячейки, все спросил, привез домой, сразу же выставил ролик, ребята, смотрите, вот такая сетка можно использовать. Вытяжная, просечная многие ребята, кстати, знают. Это сейчас идет реклама? Да, я с этого ничего не заработал. Ну, просто можно купить тканую, да, сетку и положить улей на сучок, и она разойдется и через нее пчелы будут лезть, правильно? А можно купить качественный материал и получить это удовольствие. Ну, сколько людей покупает сетку капровановую, которую пчелы прогрызают или, допустим, синицы зимой разрывают на части. Поэтому это для пчеловодов, это беспроблемно. Но есть реклама платная. Почему бы не сработать этих денег, если себе их предлагают? Я считаю, что это нормально. Бывали у тебя самая, ну, какая-то большая сделка, которой ты доволен? Ну, рекламная? Да, самая большая сделка, это в данный момент, это самая большая сделка, ребята, это компания Лысо. Это не секрет, это щедрая компания. То есть, сейчас у тебя пошли ролики, я смотрю, и многие это видят. Конечно, многие, как бы, это не нравится, но это Лысо. Вот ты стал рекламировать их на каких-то дооваренностях или это идет какое-то личное, как бы, у вас бизнес-контракт? Никаких контрактов нету совершенно, вообще никакие контракты. Просто, еще раз повторяюсь, когда-то очень, я скажу честно, очень-очень давно я приобрел на сайте, одном из сайтов, клеточки Титова, или как правильно называть, пересылочные клеточки для маток. Я просто их показал на видео. Показал, что есть такие клеточки, они по очень сладкой цене, цена была, ну, очень классная. Матковода многим это пригодилось, они ринулись на этот сайт, купили эти клеточки и получили от этого, ну, выгоду. То есть, сэкономили, грубо говоря, в половину денег. Сайт об этом, я никто никому не просил. Они узнал об этом, или как-то про мониторив это, они мне на выставке подарили улей. Улей и Сонь, который в то время стоил 200-200 тысяч гривен. То есть, они тебя просто отблагодарили? Да, они подарили мне и не сказали мне, что ты должен снимать его, показывать. Просто вот тебе подарок, пользуйся, показываю людям, что есть такие ульи, как они раззимуют ни пчелы, как они вообще в работе. Вот и все, я был удивлен. Так же, что сама фирма, которая делала бочки, не будем, говорится, сейчас называть это производство, но все их их знают. Это Бердянска, Гринол, они упускают бочку, которую используют наши экспортеры для продажи нашей медовой продукции, то есть меда, за рубеж. И я не думал ни слов, ни делом, что они со мной свяжутся. Я показал, что, ребята, надо переходить на такую тару, если мы сдаете мед в тонах, уходим от мешков, уходим от пластиковых ведер, идем к стандарту, от этого получаем выгоду, в любом случае мы, потому что тара, ну, классная, обалденная, для того, чтобы... И уходим от этих всех мелких тар. Я показал это, и все. Это просто ролик для пчеловода. Через время они со мной созвонились, созвонились и сказали, спасибо Александру, мы не ожидали, я сам был удивлен, они выставили мне эти бочки. Просто я потом в отместку, ну, я был тоже удивлен, благодарен, я показал, что есть такая бочка, она там, новым пищевым покрытием, там, в новой форме, ну, новые стандарты, поэтому из них требуют, чтобы лак пищевой, там, PVG называется он, для использования пищепродуктов. Ну, я тоже показал людям, что есть такая бочка. Вот и все, так и было, так и есть, я это не секрет, другой бы вам об этом никогда в жизни не рассказал, допустим, да. Я открываю эти карты, это не вопрос. Очень приятно, когда фирмы, такие фирмы благодарят блогеров, людей, всегда могут сказать спасибо, даже заднее число. Это вещи классные, я считаю. Ну, мне это знакомо. У тебя существует какая-то лимит на рекламу, то есть, какая-то плата определенная, или как вообще происходит? Вот я хочу заказать у тебя рекламу своего канала, например, канал Фабру, чтобы ты рекламировал, сколько это будет стоить? Ну, давай честно скажу тебе, у меня много рекламы бесплатно. Я друзей своих рекламирую бесплатно, многих, многих друзей бесплатно. И об этом даже и не переживаю. Выставка, ярмарка, мы с тобой прошлись, показали все, что можно бесплатно. Мы никого не просили, ни рубля, и нам это не надо. Просто такая чашка чая, кофе, вместе с одним столом, или благодарность, как говорится, за нашу работу. Хотя ты сам прекрасно понимаешь, поехать куда-то кому-то в гости, или там это стоит денег, и немалых денег. Хотя бы посчитать на тот же самый, на то же самое топливо. Кстати, о деньгах. Много ли канал YouTube тебя забирает? Денег, времени, вообще, но что-то он у тебя забирает? Канал ведения канала? Время, время забирает. Бывают моменты, когда не хочется ничего снимать, совершенно. По какой причине? Не знаю, знаешь, контра такая, не хочется ничего снимать. Но это не связано, там, с подписчиками, с комментариями? Нет, я тебе сейчас, отвечаю за свои слова. На комментарии, те, которые у меня под видео, я сейчас реагирую просто. Если это комментарий, критичный, ну, по пчеловодству, он всегда остается на моем канале. Если же, комментарий, политического назначения, ребята, идите на политические каналы, и там, пожалуйста, вы изливайте свою желчь. Еще раз говорю, я русскоязычный человек, но, разумлятый на украинском море, так же самое я прекрасно понимаю. Поэтому, на моем канале, критика, которая существует, не люблю критику, оскорбляющую друг друга. То есть, если между блогерами, подписчиками, начинается стычка, это все удаляется, я удаляю сразу, поэтому, даже не начинайте, самые рьяные, как говорится, те люди, которые оскорбляют кого-то, они уходят у меня в баню, в последнее время, я не парюсь, честно. Каждый год, в январе, я выпускаю всех, вот и все. давай еще коснемся чуть политики. Я буквально недавно был на одном собрании, и я слышал видео, как бы, что ты вступил в спинку пасечника Украины. Это правда или нет? Да, это правда. У тебя есть? Да, у меня, я получил такой квиток, мы, честно, на камеру покажем ближе, ребята. я являюсь членом этого общества. Сразу же первый вопрос, зачем это тебе надо? А мне это надо? Я поначалу тоже думал, нужно ли мне это, зачем мне это вот. Ну, а вот этих разговоров же пошло. Ну, этот вопрос еще поднимем. Мне интересует, почему спинка? То есть, у вас, насколько мне известно, в вашем обществе, у вас есть фазовое свое общество, вы там работаете, зачем надо было идти в спилку пасечников. При этом, что на данный момент спилка пасечников очень как бы на слуху и очень много людей против нее. Но ты пошел именно в спилку. И еще раз. И не только ты, я знаю много молодых парней, пчеловодов, девушек, и много людей вступают сейчас в спилку. И вот мне интересно, зачем? Ваш стимул, вас купили, вам денег дали, вас попросили. Ну вот просто, я вообще-то никому там не нужен и бесплатно, в принципе, чтобы меня еще там покупали. Это было решение чисто мое. Я на это настроился сам. Я прекрасно понимаю, что в Украине, в нашем государстве, если я уже решил заниматься пчеловодством, если чего-то надо добиться, то надо добиваться сообща. Потому что это проще и вместе. Объединяться в любом случае нужно. Как бы и там ни было, объединяться нужно. Чтобы решить проблему какую-то, серьезную, мы должны быть вместе. Объединяет нас всегда беда. Зачем нам быть беде, если мы можем длиться еще, пока у нас ее не случилось. Для чего объединение... Я тоже пересматривал свои взгляды. Нужно, не нужно. Что оно мне даст? Как многое спрашивают, а что мне оно даст? Это первый вопрос всех людей, что мне даст? Да ничего оно вам, ребята, не даст. Вы должны что-то помочь сделать. И вы должны сами понимать, если... То есть, в первую очередь, ты считаешь, чтобы что-то получить, надо самому что-то отдать? Конечно, конечно. Я считаю только так. Не будем мы говорить о том, что у нас сейчас во главе стоит человек, который многим может быть не нравится. Не устраивает. Ты говоришь, а стытович, а стытович мы чуть-чуть упустим. Да, но мое мнение, чтобы быть прогрессивным человеком, да, в этой ситуации, и защищенным, в первую очередь защищенным, надо не просить у государства и мечтать об этом, что когда с неба упадет манна небесная, а надо создавать свое общество, единое, выдвигать определенные требования, которые будут не от какого-то, там Вася Петя неизвестно, где он находится, а это будет общество. Оно большое, с большим количеством людей, даже безразно с кем, но оно будет выделять, работать с государством, обязательно должны работать с государством, потому что без государства общество любое, это просто общество. Ну вот лично ты считаешь, что на сегодняшний день спилка пасечников, она может защитить, она может что-то предложить пчеловоду, то есть она работающая на сегодняшний день спилка? Ну, если честно, защитить пасечника спилка, может быть, еще и не может полностью, так? Ну наша, ты имеешь в виду. Потому что, будучи в Германии совсем недавно, там как раз спилка, общество, оно защищает пчеловодов. Я считаю, что если мы идем к европейским стандартам, а как ни крути, мы все равно к ним придем, если мы будем это делать, то нам надо вырабатывать общие правила. И эти правила должны не угнетать пчеловода, ни в коем случае не угнетать, а давать возможность ему подняться и защитить свои права, как пчеловода. Я считаю, что нам, пчеловодам, а я когда езжу по селам, через поселки, я вижу, как живет пчеловод. Это маленькая хатынка, небогато вулоков, немножко ульев. И они живут очень-очень скромно. И говорить этим людям то, что они несут, что они неправильно делают, я просто не могу. Просто этих людей надо мотивировать, чтобы они стремились к тому, чтобы они знали, что за них кто-то может заступиться. Тогда они будут тебе верить. Понимаешь? Надо отдавать вот эту часть себя для пчеловодства. Отдавать. Я понимаю, да, но может быть не каждый готов что-то отдать. И не каждый готов с чем-то поделиться. Но найдутся, я считаю, те люди, сейчас много молодежи. Я просто на них и рассчитываю. Ребята, честно, мне уже за 40 лет, но я рассчитываю на эту молодежь, я сейчас призываю молодежь, которая идет в пчеловодстве, объединяться в одно селами. И тогда мы сможем с вами. То, что люди в возрасте, они уже в возрасте. Возможно, через несколько лет им просто этим будет тяжело заниматься. Мы должны, и младшие меня люди должны брать это все в руки и все это делать. Мы смотрим на жизнь по-другому. Я считаю, это лично мое мнение. Вот поэтому я и вступил в спинку с Лазовой. Я не первый человек. В этой спинке у нас является, первый человек, который поступил в нашу спинку, это голова наша, Боровик Андрей Иванович. Он является членом спинки Пластичники Украины. Второй человек, это девочка у нас поступила. Извините, ну, к итогу, если поднесутся, я скажу потом. И третий, или всего лишь я, третий человек с Лазовой. Они тоже меня спрашивают, для чего ты с Саней туда вступил? Я еще раз объясняю, ребят, не для того, чтобы просто обеметь эту пластиковую карточку и использовать ее на значение или нет. Вот, пожалуйста. Вот второй человек, кто нам вступил, это Левант Наталья. Вот, кстати, ее тоже клеток пластиковый, надо будет ей передать. Вот, а я третий, получается, вступил. Значит, у меня остались и потерялся. Хорошо, такой вопрос, сейчас нашумевший такой острый вопрос стоит, это регистрация пасеки налогообложения. Веришь ты в то, что пчел могут обложить налогом? Нет, ну, это смешно, честно тебе скажу. Могут, давайте так. Я знаю, что у нас сейчас и так облагается налогом на медовую продукцию. Никогда, вот имея пасеку в 500 семей, если вы с нее не получили никакой продукции, как вас можно обложить налогом? Ну, это здравый человек может об этом подумать. Любого предпринимателя, любую фирму агрария, любое животноводство и также пчеловодство, мы можем обложить налог только с продаж. Если мы получили продукцию определенного объема и продали ее на определенную сумму, вот с этих денег только мы можем заплатить налог. И только с этих. Если человек имеет пасеку 50 семей, он не поднимает ту планку, которая превышает уровень, то какие укросы, да, ну, это смешно, честно. Можно иметь 500 семей, пасека пакетного плана, пакеты продаешь на наличку. У нас в Украине это все просто делается, ты где не светишь вообще. Ну, это просто пока не урегулировано. Да, и никто не будет эти улицы считать, но это просто невозможно. Еще раз смотрим, это невозможно. Кто этого не понимает, сядьте за машину, проедите по селам, по дачным участкам. Да вы не заглянете каждому во двор. И это просто нереально. Реально посчитать, это если вы издаете оптом медовую продукцию, вы должны предоставить санитарный паспорт на пасеку, да, это у нас есть в каждом районе. Вот это все если порегулировать в Украине, чтобы санитарная служба имела возможность... Ну, это опять же, если пасека зарегистрирована, если мы работаем, и так далее. Это нужно для чего? Чтобы мы и знали, что пасека имеется анитарный паспорт, чтобы это было правильно. Сразу же вопрос, нужно ли регистрироваться? Регистрация ПАСИК Нужно регистрироваться? Регистрация ПАСИК? Да, я лично скажу за себя Мы говорят, что не надо регистрироваться Потому что нас обувь Лично скажу за себя лично Я хочу регистрироваться Определенные цели я это преследую Я понимаю, что сейчас это не работает Но возможно в скором будущем это сработает Я являюсь частным предпринимателем А когда ты выходишь на большие масштабы Это должно им быть Потому что как ни крути, если ты будешь производить Сдавать продукции на миллион гривен То как ни крути, ты должен быть честным предпринимателем Чтобы меньше платить на ухо А если у тебя свое большое хозяйство есть То ты должен его как-то защищать, страховать Поэтому мы регистрируем любое хозяйство И возможно со временем А я думаю, что спинка ПАСИК на Украине Выработает специальные рычаги управления Страхования, как в Германии ПАСИК Чтобы человек мог спокойно выезжать На качевку и разговаривать с аграриями Тут надо просто защита Защита пчеловодства Если я приезжаю в поле Становлюсь на их неугодье С фермерами договорился с определенным Да, там нет Мне никто не знает Но никто меня не знает Я приехал, свои 200 улей поставил Кто бы за них ставил? Ну там пчеловодство и 200 улей у меня и все И все, никто не знает А я беру определенные документы То есть это определенные образца Сейчас они уже существуют Приезжаю в ту раду, на какой земле я нахожусь И подаю туда этот документ Что я стою на вашей земле там-то, там-то, там-то И предоставляю их, то есть в известность ставлю Грубо говоря там И только таким способом Оформляя правильные эридические документы Я могу защититься как-то Потому что в прошлом году я столкнулся с этой проблемой И многие украинцы столкнулись Когда пасеки просто ложатся От того, что отправляем пчеловодство Это единственная проблема, которая сейчас нас Возможно объединит И если кто ее решит Ребята, то ее, в принципе, при жизни памятник можно оставить Если этот человек этот вопрос решит Вот вам, депутаты Верховной Рады Вы посчитайте, сколько нас пчеловодов Если кто это сделает Вы задумайтесь Вы просто-напросто авторитет не ставитесь На уровне подсознания или не подсознания Сказали, вот посчитайте нас Вот стоит вопрос А посчитать регистрацию пасек Чтобы посчитать пчеловодов И многие боятся, что это как раз приведет к тому Что будут налоги и так дальше Ладно Такой вопрос Лично твое мне мнение интересно Нужна ли дотация пчеловода? Я считаю, да Я бы хотел сам получить дотацию Какую дотацию ты видишь в плане государства? Какая-то должна быть дотация? Ну, как любой бизнес-план Да, это финансовая Потому как составляется бизнес-план Это уже многие проекты, которые люди делали Составляется бизнес-план Это не новость Это не новое на Украине и других Неужели пчеловоды такие бедные, что им нужны дотации? Смотри Есть пчеловод У него есть определенная сумма денег А это денег хватает на закупку ульев На какое-то оборудование Все А чтобы дальше вести это хозяйство Нужна техника Согласен? Нужно помещение Вот на это денег не хватает Правильно Но это может быть дотации на какой-то беспроцентный кредит На оборудование Согласен Согласен Это как раньше Государство выделяет тебе 100 тысяч 20 ты отдаешь назад 80 ты компенсирует государству Это вообще круто Если это будет кредит с минимальным процентом Потому что взять деньги у кого-то из родственников сейчас нереально Сейчас очень тяжело с деньгами Может у кого-то и проще Но это, сами понимаете Хочешь нажить врага, возьми у него деньги в долг Тогда это реально То есть я быстрее, может быть, шагнул вперед И другие люди есть, которые молодые парни А так нам приходится дотаться на месте То есть мы можем У нас есть потенциал, есть желание большое Создать промышленную пасеку И тем самым быстро все отбить эти деньги и отработать Ну, этой возможности просто сейчас нет И как тебе дадут деньги? А как мне дадут деньги, если они не знают, то я чего? Я задаю бизнес-план Я показываю то, что у меня уже есть начальный капитал У меня есть купленные за мои деньги То-то оборудование Я предоставляю о них полностью перечень, что у меня есть Теперь, что я хочу дальше сделать Какие подсчеты, расчеты, что я планирую окупить в ближайшее время И тогда я этот бизнес-план могу подавать Если это будет программа с существом Это уже ты говоришь о грант То есть дотации и гранты Это совсем как бы чуть-чуть разные вещи Ну, давай упустим этот момент В принципе, мне понятен он Что ты, ты как уже член общества, спилки Просто пока эту тему давай уже потихоньку закрывать Что ты мог бы посоветовать в данном моменте спилки? Самой спилки, руководству его Может они где-то в чем-то заблуждаются Может они где-то недорабатывают То ты как снова признанный там член спилки и так далее Может у тебя есть свое видение? Да, есть Что ты можешь? Два проекта, которые бы я хотел, чтобы подняли эти вопросы Возможно, даже их уже поднимают Первое это получение правильного и получение законного санитарного паспорта на пасеку Потому что в каждом районе, в каждых областях города она идет по-разному Нету единого стандарта Я знаю прекрасно, что у нас в районе я получаю санитарный паспорт на пасеку бесплатно За что я плачу единственное, это за лабораторию Исследование моих пчел на подморе Остальное все бесплатно Знаю в других районах, что за это платят деньги люди Цена разная Это раз Поэтому спилка пасечники Украины должна это сделать, была еще вчера Будем так не говорить, когда это было конкретно Чтобы предоставить информацию на уровне того, что пчеловод должен выполнить такие-то и такие-то правила Столько это стоит И цена единая по всей Украине Чтобы не получилось, что на местах, в районах ветеринарии просто на этом наживаются Ну, спилки это не государственные органы Ну, информационные мы можем дать, мы же не можем на них воздействовать Мы дадим информацию И когда человек приходит в свою ветеринарию и говорит Там, Сергеевич, Иванович, а вот закон Украины говорит Статья такая, что вы не имеете права с нас денег брать А он говорит, да вот могу, достает телефон Ну, скажите на эту камеру Он говорит, извините, я ничего не скажу Тогда это разные вещи И второй, а может быть даже первый вопрос Я бы сейчас больше сделал бы брошюрку Это как бы путеводитель Пускай бы она стоила там копеечный день и типография Это первое Что нужно сделать, если случилось уже отравление пчел Куда идти Потому как это случилось, человек не понимает Он может быть, ну много у нас людей не могут это видеть Не имеют даже интернета в селах Ты согласен? Я согласен Они не имеют информации такой И если бы где-то была база Где наши головы Даже те, которые не состоят в спилке общей Могли зайти и скачать эту информацию И на обычном принтере распечатать и раздать Этим пчеловодам, простым жителям А вот такая спилка, как у нас Это готово делать То это первое было Человек получил Не случилось это протрало Слава Богу, Господи, я только буду зарад Чтобы это все прекратилось в один год А случилось, чтобы человек понимал Куда звонить, куда бежать Какие службы вызывать Ну, чтобы этапы были понятны Ты веришь в спилку Я надеюсь, что это все сработает Если она не сработает, ребята Ну, как говорится, знаете, ну тогда Я даже не знаю, как эти слова сказать Но я очень надеюсь, что молодежь Которая сейчас туда вступает Очень энергично Она просто будет сподвигать это все движение А мысли хорошие есть Нам не надо ничего такого придумать, ребята Нам просто надо взять пример Нормальный, который подходит к нашей Украине С европейских стран Тот, который мы можем потянуть Вот если это все вслепить Воплотить жизнь Ну, это только будет с этого получать Любой плюс Пчеловод и человек, я считаю Я понял, спасибо Ну, и давай чуть-чуть отключемся от политики Так сказать У тебя есть друзья в пчеловодстве? Конечно Много Друзей Скажу на камеру Друзей обычно не бывает Но их обычно бывает И так вот на пять руках Бывают товарищи, знакомые Ну, хорошие приятели Вот Ну, вот Появляются друзья В которых просто ты веришь Просто, как бы это правильно сказать Когда душа к нему расположена Ты не думаешь там Финансовые там Выходы, как обычно люди думают Да Просто ты человека чувствуешь душой Вот И готов с ним делиться Опытом Чем-то другим Какими-то идеями Вот И мне с этими людьми просто интересно В общении Вот я говорю на камеру Как есть Потому как Многим может быть зададут мне вопросы Там Александр там дарит подарки Не в подарках делом Как говорит Ждет Человек на день рождения Себе друзей Ну, подарки так приятно получать? Да А подарки Даже в моем возрасте Очень приятно получать Спасибо большое Но я ей сам дарю подарки Это не то, что там Я могу их дарить Безвозмездно Совершенно об этом не думая Вот Но когда к тебе приходит Человек дарит в конверте Определенную сумму денег Большую И приходит друг Которого ты ждешь С открыткой И он тебе дороже Чем тот, который с конвертом Это разные вещи Понимаешь? Ты можешь назвать Своего Ну Хотя бы Трех друзей Самых близких Не считай меня Есть друзья Но я на камеру их называть не буду Это личное Но они есть Но они есть Да Есть, нет Други Именно Нерябные Сейчас скажу честно Я очень долго Никогда ни на кого не злюсь Это обычно проходит у меня В течение суток Я могу быстро вспылить И буквально через час уже думать Блин, зачем я это сказал Лучше бы я по-другому это все сделал У меня это бывает иногда частенько Это взрывная такая реакция Это осталось после спортшколы Ну И занимался спортом Ну Было у меня такое увлечение в детстве В молодости вернее Вот А потом я понимаю реально Что можно было поступить по-другому И я не держу ни на кого зла Потому что держать зло Оно в себе дороже Ему надо просто выбрасывать Убирать с твоей души Ну Человек совершил какой-то непределенный поступок Возможно В некоторых ситуациях И я был много неправ Когда Кстати Через какое-то время Когда это все проходит Я прекрасно был понимая Что если бы вернуть Несколько лет назад Я вот так уже не делал бы Если я этого ковысля мог обидеть Потому что Иногда такие вещи совершаются Ты их не осознаешь И каждый человек об этом знает Что несколько лет назад Я бы так не выступил Поэтому Сейчас я Мне уже после 40 лет Я смотрю на все по-другому Если человек желает тебе зла Ну это такое Это его дело Я ему зла не желаю И все Если это критическая какая-то ситуация Тогда это может вспыхнуть Определенные какие-то негативные эмоции Но они нерадолго Так что вот так вот я отвечу Нет, другов нету Может это быть они и есть Но я их перед собой не вижу Я бы Я в них не знаю Хорошо и правильно У тебя есть В пчеловодстве Ну так сказать Не иконы Это грубо звучит Но тот человек На который ты Или равняешься Или хочешь брать пример Или он твой Как бы Стимул для развития Или Есть какие-то люди На которых Как бы Ты свой взор обращаешь В плане Пчеловодства Ведения Пчеловодчества И так дальше То есть Авторитет Есть тебе какой-то? Да Конечно Как и у любого человека Много их или не много Этих авторитетов Ты знаешь В определенный момент Сейчас скажу честно Их бывает много Потом среди них Остается часть Потом опять какие-то Добавляются люди И из них остается часть И вот приятно наблюдать За своими Мыслями Когда Из всей массы Вот постоянно Их остается Определенное количество Но их всегда появляется Потому что Есть люди С которыми я просто еще не знаком Есть много людей С которыми у меня дорожки Не пересеклись Но это классные люди И возможно их и очень много Поэтому Пример я беру Обязательно И эти люди Младше меня Ну все знают Наши отношения Ваня с тобой Да С Денисом Фадеевым Да Вы младше меня Намного лет Но у вас есть Эта изюминка У каждого своя С которых я Хочу взять Для себя Какой-то пример Хоть я и старше вас Это честно Я говорю Да Давай Обсудим Обсусоли Такое слово Я специально подобрал Фадеева По-моему Ему кости Вот Он забыл Ничего страшного Он посмотрит Как ты Вот Смотришь На такую личность Как Денис Фадеев Вообще Что Как Кто он для тебя Что он для тебя Стоит на него Обращать внимание И так дальше Потому что Это на сегодняшний день Как по мне Ну Как бы Уже Какая-то Известная личность В пчеловодстве Дениса Фадеева Знаю С 2014 Года С 4 года Да Ну Он уже С другого города Он С Киевской области Вот Познакомился С ним На Джеральском Курье Курье Дида Василя Василия Алексеевича Соломки Ну Вот Первое знакомство У нас Не прошло На улице Он никаких лекций Еще не читал Совершенно Было Определенное Количество людей Стояло В кругу Я Стоял Как и Все Начинающие Пчеловоды Молча Слушая Авторитетных Людей Те Которые Могут Что-то Сказать Правильно Сказать Я Молчал Я Последнее Рим Начал Разговаривать Какие-то Свои Копеечки И вот Денис Уже Видел Со всей Массой Он Молодой Парень Я не знал Есть ли у него Пчелы Или нет Пчелы Но он Говорил Темы Интересные Он Говорил О том Что В украинском Пчеловодстве Должны Появляться Новые Веньи Он Тогда Еще Рассказывал Что Должны Быть Облетники Не Было Разговоров О матках Пародистых Непародистых Каких-то Парод Определенных Карпатка Или Степная Или Баквас Или Карник Он Уже Говорил Что Нужно Селекционировать Пчелу Надо Брать Лучшее И Делиться С кем-то И Пробовать Среди Матководов Находить У нас В Украине Мне Парень Переживает Не о себе Как заработать Больше денег О том Чтобы Вывести Украине Пчелу Он Об этом Разобрил Саша У тебя Пасека Большая Я ему Сладаю Денис У меня еще Маленькая А вот Если У вас Ерб Да У нас Есть Тот А Если Ему Вышлет Эту Матку А тот С хорошей Поделится Со своей Пасеки Хотя Не каждый Это Сделает Вышлет Тому Матку И Можно Будет Сравнивать В тех Зеленых Условиях Какая Продуктивность Он Уже Об этом Говорил Вот Это Мне Зацепило Честно Скажу Зацепило Он Не Обещал Каких Закучилось Через Какое-то Время Мы Опять Пересекались И Вот Я Не помню Два Вода Назад Мы Пересеклись Второй Раз Я Это Все Сочет Я Помню Когда Я С кем Познакомился С какими Людьми И где Ну В последнее Время Конечно Может быть Их Стало Много Я Не Всегда Запоминаю Конкретики Точки Чего Что Было Дет Вот Ну Были Мы Ездили До Пасеки Виталия Ивановича Нагарнюка Приехали Ребята Из Белоруссии Миша Вращенко С которым Было Очень Приятно Беседовать Очень Взрывной Молодой Человек Очень Взрывной Эмоционально Это Бомба Этих Людей Сразу Видно Сразу Видно Это Люди Думающие Ну Знаете Это Такие Единицы Так Вот Мы С Денисом Познакомились Более Близко Мы Имели Возможность Человек Обладает Какими-то Качествами Которые Мне просто Импонируют Просто Импонируют Вот и все Он Может быть Какие-то Планы Себе Рассказал Мне понравилось Это все Дело Миша Граченко Тоже С ним Был Вместе Они Знаешь Как Когда Сидит Куча Людей Из Массы Людей Какие-то Вещи Которые Тебе Приятно Слышать О Пчеловодстве Ты Ближе Поднимаешь Серд Ты уже К ним Тянешься А когда Человек Говорит Что Улей Там Вот Какой-то Конструкции Которые Это Вчерашний День Если Говорит Так Улей Колода Это Промышлен Человодство Ты будешь Его слушать Честно Поэтому Вот так С ним Познакомим Потом Через время Мы с ним Опять Встретились Потом Он Нас Пригласил Гости С тобой Ты Помнишь Да И Уже Ближе Чем В гостях Это Уже Было Действительно Наше Общее Знакомство Мы Имели Возможность И Пообщаться И На Пасеку Съездить И Более Катрические Какие-то Вопросы И Тогда Я Понимал Об этом Человеке Больше А Когда Человека Видишь С Разносторонним Порядки Потому Что О нем Показывают Другие Блогеры Видео Читаешь Отзывы Комментарии Ты Понимаешь Ага В этом Человеке Есть Остальная Жива Или Нет Денис Ифадеева Она Есть А Как Ты Относишься К Его Творчеству Я Подразумяю Под Его Творчество Это Завоз Маток В Германии Бакфаст Карника Производство Ульевым Стал Производить Ульевым Выпуск Перевыпуск Книг И Так Дальше Как Ты Относишь Отдавать С Пчел То Что Он Завозит Карник Денис Ахадеев Украина Не Является Единственным Человеком Который Завозит Материал Да Не будем Тянуть На Дениса Ахадеева Это Одеяло Я Знаю Многих Людей Из Закарпатья Которые Завозят Материал Это Так Но Он Является Большим Завозчиком Просто Он Стал Об Этому Чаще Говорить На Слуху И Начал Продвигать Это Все Дело То Ли Когда Человек Занимается Матководством В Закарпатье И тут же Привозит Бакфаст И Карнику Но Об этом Никому Не Говорит Это Одно Потому Что Это Может Повлиять На Его Репутацию Вот Я Просто Владею Этой А Когда Человек Об Этой Говорит И Заявляет Я Привезу Материал Такого 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 Селекционера Я Привезу Материал Можете Посмотреть Их Там Очень Мало Это Его Бизнес Подожди Если Это Он Не Занял Другой Человек Это Понятно Согласен Но Мне Интересно Твое Мнение По Поводу Бакфаст Карник Это Хорошо Или Плохо То Что Денис Завозит Этих Пчел К нам Потому Что Много Споров И Видео Было О Диверсиях И так Дальше Твое Мнение Мое Мнение Все Что Новое Всегда Воспринимается В штыки Когда Самолеты Люди Изобретали И Сбрасывали Хорошо Давай Будем Более Точно У тебя Напас Какая Продолжена Австрийская Карника У меня До Этого В Австрии Тебе Даже Получается Ты Общаешься С С Люди Которые Завозят Материал Довольно Качественный Он Стоит Денег Этот Материал Поступает Только В Венгрию С Венгрии И уже Его забирают Сюда Хорошо Подея Барыга Или нет Ну Барыга Это Знать Что Это Кто Продает Наркотики Это Такой Был Вопрос Это Не Барыга Это Слово Обидное Звучит Потому Что Это Очень Звучит Часто В Комментариях Под Нашими Каналами Это Бодитинский Слэм Или Бодлячий Слэм Назвать Человека Предпринимателя Барыгой Назвать Барыгой Это Нельзя Барыга Это Наркота Та Которая Продается Нашей Молодежи И не Только Молодежи Это Барыга И за Это Надо Жестко Бить По Рукам А Предприниматели Они Могут Быть Разные Но Если Этот Человек Работает По Благо Своей Семьи И Государства А У нас Любой Предприниматель Платит Налоги И Зарабатывает Себе Копейку Из Этих Налогов Кстати Платится И Бюджетные Деньги И Дороги Строятся И Все Остальные Вещи И Я Как Частный Предприниматель Секрасно Понимаю Как Те Деньги Которые Плачу В год Это Колоссальные Деньги То На Дениса Ты Считаешь Что Это Незаслуженная Критика Незаслуженная Слова Нельзя Вопрос Единственный Что Денис Фадеев Понимать Он Должен Мониторить У кого Он Берет Какой Материал Если Он Видит Что У Человек Какие То Проблемы Или Он Некачественно К Относится Он Должен Просто Нам Это Не Привозить Но Это Как Логично Это Правильное Решение Он Должен Выбирать Если Нет Возможности Лучше Не Привози Если Возможно Есть Берешь Качественный Привозит Мы Будем Рады Потому Что Я Знаю Реально Что Дениса Фадеева Берут Матки И В России Бакфаст Это Хорошо Или Плохо У 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 Карника Хорошо Ликарника Меня Вдохновляет Это Просто Я Имел Возможности Сравнить Почему У 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 Поменять Этих Маток На Австрийских АВ1 Я Сразу Разнесу Я Еще раз Повторюсь Для Всех С 10 Семей Я Сделал 22 И Откачал 2 Тоны Меда Это Были Матки Австрия Карника Вот Читайте Выводы Мы Поняли Пчелой Ты Доволен Давай Будем Чуть Более Лаконичными Не Растягивать Время У Лидиниса Фадеева Что Ты Видишь Будущее За пенопластом У нас Твое мнение Вообще По этим Улим Потому что Многие Опять же Критикуют Не просто Из-за того Что это У Лидиниса Фадеев За то Что это Пенопласт И так Дальше У нас Критиковали Все Пенопласт Посмотри Сейчас На Квартиры Всех Стоят Пластиковые Окна Лично Было Да Посмотрите На Плентуса В квартирах Они были Деревянные Сейчас Они Пластиковые Я Пластика Неизвестно Какое Происхождение Совершенно Давай Разбираться За удел Дениса Фадеева Сейчас С ценами На лес Пенопласт Полистирол Начинает Набирать Оборот Кагаритно Способности А то Что он Имеет Свойства Теплопроводности Лучшие Зимовки Для пчел Это уже В практике Тут уже Спорить Даже Не надо Это уже Проверено Это Даже Дискуссии Не подлежит Посмотри Ты сейчас Показывал За Германию До выставки Магазины Все остальное Там Несколько Полистирольных Улей Там Больше Чем Деревянных И у нас Соответственно У нас Проблема Там Мыши Дятлы Зеленые Да Но Это Проблема Которая Тоже Можно Решить Единственный Вопрос Качество Улей Дениса Фадеева Вы проверяли На Делянском Гуру То Что Мы Проживали Да Он Гребкий Мы Также Смотрели И на выставке Улей Бибокс Такой Самый Фадеева Ценовая Политика У него Конкурентоспособная Она Просто Демпинговая Ты доволен Этими Улей Ты их пробовал Я В них Заселил Пчел Они В них Зимуют Пока Полят Да Я Не могу Ничего Сказать Критического Совершенно Дятлы Их Не съели Синицы Их Не Понадкусывали Совершенно Они Стоят У меня Вот Я Денис Мне Тоже Кстати Дал На пробу Несколько Ульев Несколько Ульев Я же Сразу Подарил Своим Друзьям Один Ушел Закарпатье Двое Ушло В Сумскую Область И два Осталось У меня У них Живут Пчелы Они Сейчас Есть Можно Поехать На Пасеку В них Есть Они Живые Слава Богу Поэтому Я Как бы Правильно Сказать То же Самое Практикую Смотрю Сравнив Что лес Растет Каждым Годом И Очень Критично И лес Какого Качества Первый Сейчас Посмотри Какое Качество Лес Лес Плохого Качества Нет Того Сибирского Леса Который Завозился При Советском Союзе И делался С него Пиломатериал Это лес Долгоиграющий А у нас Лес Легкий Он Быстро Разрушается И Приходит Неводность Улип Палейстеробный Тоже Недолговечный Технологии Три года Назад На выставках На ярмарках Я этих Улей Вообще Никаких Не видел Сейчас Чаще Больше 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 Возможно Через какое-то Время У нас Будет Много Они Будут Усовершенствованы То есть Сделаны Еще Более Качественно И Мы Будем Пользоваться Нормальным Продуктом Вот По сходу Дениса Подел Надеюсь Что Он займет Всю Эту Линейку Полностью Все Чтобы Он Занял Полностью Десятирамочный Рут На крыше Ну Давай Не будем Уже Пиарить Рекламировать Дениса Фрадиева Он Нам За это Деньги Не Платил Не Мы С друзей Деньги Не Берем Совершенно Сашка Вот Смотри Сейчас Очень Такой Вопрос Он Болезненный Опять же Для многих Пчеловодов О Качестве Препаратов Препараты И так Дальше О Обработке Пчел Вот Ты Попадал Лично Ты На Некачество Того Или Иного Препарата Да Это Такой Главный Что Ты Вообще По этому Попаду Думаешь Очень Хороший Вопрос На данный Момент Он Волнует Многих Пчеловодов Меня Он Коснулся Ближе Чем Я Думал Когда Я Начал Заниматься Пчеловодством В своей Жизни Я Преиспользовал Препараты Брендовые Это Серьезные Препараты Не каждый Покупает Потому Как Они Очень Дорогие Это Препараты Фирмы Байер Многих Знают Проблем С клещом Никогда Не Чувствовал Потом Как Больше Начал Общаться Пчеловод Расслабляется Начинает Думать Что Он Все Знает И В итоге Начал Использовать Не те Средства Обработки Для пчел За что И получил Удар Под дых Поэтому Большой Вопрос Стоит О том Что Мы Используем На своих Пасеках Обязательно Мы должны Понимать Что Препараты Сейчас В Украине Масса Препаратов Разных Производителей Сертифицированы Там Они Не сертифицированы Ребята Приобретая Их Мы должны Их проверять На своих Пасеках Обязательно Контроль Осыпи Если Не сыпется Клещ Это Не факт Что Его Там Нет Это Возможно Препарат Не работает Мы должны Другой Препарат Пойти В магазин Сравнить С ним Даже Кардинально Потому Как я В этом году С этим Очень столкнулся Возможно Я весной Скажу На камеру Сейчас Пока Еще Не весна Анализы Еще Все Не сделаны В прошлом году В 2017 году Я На своей Пасеке Весной Обрабатывал Определенный Препарат В чем Клещ Осыпи Наблюдался Но Это было До такой Степени Минимально Я надеялся Что Все хорошо Все Отлично Как говорится Все сработало Все супер Как и всегда Летом После Отравления Пасеки Я Решил Задаться Этим вопросом Нужно ли Обрабатывать Клеща После Отравления Потому Как В Улье Возьмем Допустим Был миллион Пчелы Какое количество Стало Срал 500 А то и меньше Но Клеща Никуда Не устал Не ушел Но Убил Всех Ячейков Когда Начал Клещ Выходить Соотношение Пчелы Клеща Стало Резко Одинаково То есть Процентовка Увеличилась Настолько И если В этой ситуации А ни одна книжка Не пишет Что после Отравления Пасеки Нужно обрабатывать Пчелы От клеща Ни одна Литература Не пишет Летом Обрабатывать Запрещено Потому что Система Ульев Это лежак Невозможно Потому что Там пчелы Мед Слаживают Это только Возможно При содержании Пчел В одном Корпусе Внездовом А дальше Медовые рамки Только Так Можно Этим Работать И то Это надо Все проверять Так вот До августа Месяца У меня Начали Сильно Отходить Пчелы Просто Слеты Отход Приходилось Сцепать Все в кучу Осенью Зиновка Конечно Проходила Плохо Весна Придет Мы скажем Людям Честно Сколько Осталось Семей Живых Какие Были Причины Сделаем Все Анализы Которые Будут Возможно И будем Смотрите С факты Точки Зрения Документальной Поэтому Ребята Еще раз Просьба Вы не наступайте На мои грабли Обязательно Препараты Все Которые Вы покупаете В которые Вы верите Вы должны Проверять Проверять На своих Пчелах Поставляя Бумагу Смазывая Базилином Или Увидели Осыпь Клеща Если Он не Сыпется Это Не означает Что Приподня Работает Честно Скажу От себя Лично Это Не Антиреклама Дым Пушку Просто Выкинул Через Забор Выкинул Через Забор Потому Что Это Все Нехорошее Перенос Забор Перенос На смысле Просто Закинул Потом Забрал Все Это Дело Почистил Отдал Подарил Другому Человек Человек Может Использовать Эту Пушку В других Целях Чайная Кислота Обработка Пора Вещали Кислоты Почему Б и нет Это Нормально Это Все Так Делают Но Еще раз Попотеряю Дым Пушка Для Метраза Это Не Всегда Есть Хорошо Вот Это Лично Санечек Давай вернемся Или не вернемся Поднимем вопрос Вырубок Акации И так дальше Ты Вот Как Знаменитый Блогер Лидер В Украине По крайней мере По пчеловодству Будем говорить Пока Ну Да Мы тебя Догоним Смотри Обязательно Есть Такая Идея Как То Пропагандировать Рассказывать Возможно Нужно Создать Какие То Серии Вырубки Акации Что Ты Думаешь Готов Ли Хоть Какой Майломальский Ролик Сделать Для Того Чтобы Обратить Общество На то Что Акации Сильно Вырубываются Надо Ее Лисадить Я Скажу По другому Года Через Два Через Три Общество Саму Обратить На это Внимание Уже Будет Поздно Так Как Вырубается Просто Колоссально Все Это Дело Через Три Года Мы Скажем Ай 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 А где Всего Чего Его Не Вернешь Пока Не Будет Законодательной Бази Законодательной Бази Вот Эти Все Посадки Отданы Нашим Фермерам Под Их Охрану Под Их Владение Чтобы Фермер Понимал Реально Что Это Его Посадка Она Освещает Его Поля От Ветров От Суховер Ты Считаешь Это Выход Из Ситуации Конечно Тогда Фермер Будет Отвечать А Когда Фермер За Посадки Не Отвечает А В лесорубе Рубят Все Это Дело Под Покровительство Нашей Полиции Ни Одна Еще Раз Заявляю Ни Одна Ферма Которая Вырубкой Занимается Ночью Днем Не Может Порубать Деревья Без Покровительства Полиции Не Может Это Нереально Потому Что Они Сразу Получат Что Заберут Конфискуют Еще Посадят И Машины И Все Остальное Поэтому Я Об Этому Заявляю Пока Это Все Не Отдадутся Фермерам Вот Его Поле Это Его Посадка И Он За Нем Отвечает Пока Она Законодатель Этого Ничего Нет Они Прорекламирую Какой-нибудь Канал Ютуб Канал Кроме Моего Конечно Все Конечно Вы знаете Что Есть На Ютубе Очень Много Каналов Пчеловодов Их Стало Очень Много Некоторые Начинающие Просто Рванули Очень Резко Вперед И Очень Интересная Информация Вот Ты Можешь Назвать Один Канал Который Я Перед Зрителям Обратить Честно Скажу Да Я Это Прогрессивный Канал Который Можно Среднить Со всеми Каналами Это По Оформлению Не Ну давай Не будем О моем Канале Ну это Твой Канал Давай Не будем О моем Канале Какой Второй Канал Нет Не берем Мой Канал Внимание Любой Канал Который Ты Хочешь Обратить Взор Подписчиков На Этот Канал Не Хочу Обидеть Людей У меня Много Друзей Ну это Не по Друзья Просто Любой Канал Вот Назви Просто Любой От Фонаря Любой Канал Хорошо Я Назову Не Заканал Давай Так Что Днем Видео Каналы Это Виктор Украинский Алексей Матюшкин Стас Буньков Андрей Баскевич Кто Там Еще У нас Идет Остальные Паша Бадик Запорожье Булак Сергей Это Те Которые Я Смотрю Нет Это Спасибо Спонтанно Не обдумывая Передай кому-то Привет Своему Подписчику Вот Кого-нибудь Ты не Вопрос Господи Паша Легкий Привет Паша Легкий Круто Почему Паша Легкий А я Сейчас Вкратце Когда мой Канал Обосновался У него Был канал Около Полторы Или две тысячи Подписчиков Я К нему Написал Сообщение Он Ответил Мы с ним Начали Общаться Вот Это Такой Очень Очень Добродушный Человек Добрый Бывший Военный И очень Очень Хороший Человек Я его Лично В лицо Никогда Не видел Только По видео Но Мне Импонирует Поэтому Передаю Привет 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 Крепкого Здоровья Все У тебя Будет Классно Я понял У тебя Есть Желание Сказать Что-то От себя Пчеловодам На любую Тему Что бы Ты просто Хотел Сказать Пчеловодам Возможно Предложение Возможно Поздравление Возможно Рекламу Какую Чего-то Сделать Совершенно Бесплатно На моем Канале Нет Ну конечно Пчеловодам Всегда Есть Что сказать Хотелось Всегда Я всегда В своих Руликах Желаю Пчеловодам Крепкого Здоровья Самое Главное Это здоровье Если здоровье Есть То у тебя Есть И мечты И планы И все Остальное Правильно Вот Хотелось Бы Чтобы Пчеловодство У нас В Украине Развивалось Стремительными Шагами И мы Не краснели Перед нашими Детьми И внуками Что в данный момент Мы ничего Лично Мы Пчеловод Для себя Говорю Не сделали Для того Чтобы пчеловодство Наше стало Качественным И защищенным Вот лично Я говорю Поэтому Вы задумайтесь Каждый Пчеловод Человек Выходя из подъезда Из своей квартиры Дома И видя на улице Бумажки Или мусор Это не означает Что мы должны ждать Пока придет Какой-то Коммунальщики То берет Мы просто Их не должны бросать Тогда мы будем Эту страну Любить еще больше А когда мы Здесь Синезаржение Гадим И думаем Что за нас Это все уберет Тогда мы И будем жить В этом говне Погласен Александр Спасибо вам За интервью Мне очень Было приятно Его взять Можешь Чего Если у вас Не спросил То можете Вас есть Зрители Зрители Зададут В комментариях Я им отвечу Всем удачи Пока Пока